4 вещи которые ненавидит ваш мозг 4 месяца назад и здесь у нас 1 и 1 миллион просмотров вы знаете мне просто интересно я сейчас так для себя посмотрю и вам поясню что это такое 86 миллиардов это количество клеток в вашем мозге без сомнений ну и чё 86 миллиардов еще и чё да она может быть больше она может быть меньше что что этими клетками сказано мозг контролирует ваше тело логично что стоит тратить на заботу о мозге большую часть своего времени да не мозги мозг это знаете вот опять таки вот 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 это вот железяка вот допустим телефон это железяка но все что остальное он делает это программа а программы у нас они в сознании то есть мы должны контролировать не вот эту вот субстанцию жировую а мы должны контролировать свое собственное сознание но мы почему-то этого не делаем тактически большинство даже не думает что мозг нуждается в уходе и заботе в то же время наш современный образ жизни разрушает наши нейронные связи делая нас медленнее тупее и менее креативно ах слова 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 ну как 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 будто бы знаете вот от вот состоять но я не хочу сказать что состояние то есть за тем чтобы ткань мозговая была в нормальном состоянии то есть чтобы она питалась вовремя выходили все эти отработанные вещества опять-таки кто должен следить он будет следить за нами или наше сознание которое понимает что слушай вообще-то за организмом надо следить надо его питать надо вот так практично электрически очищать надо давать там какую-то нагрузку надо еще что то делать а не то что нейронные связи нейронные связи нейронные связи и вот это вот как говорится и есть несколько причин которые так негативно влияет на ваш мозг первое бездействие современный мир создан для бездействия работа отдых общение все в одном месте даже продукты может заказать домой и вообще почти не двигаться пора всем нам понять простой факт движение это хорошо оно высвобождает эндорфины которые помогают нам чувствовать себя лучше поддерживать здоровье сердце и улучшает работу мозга ой вот знаете мне не хочется дальше смотреть вот вот загрузить 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 что такое движение человек создан вернее его организм создан для того что он нормально себя чувствует нормально развивается нормально себя чувствует нормально работает во время движения то есть мы для этого нашего организма сделаем они какие-то там эндорфины или еще это значит уже это уже как бы сказать те какие-то побочные вещи и вместо того чтобы сказать о главном о главном что если у нас не будет достаточно движений у нас не будет того обмена веществ который должен поддерживать нашу жизнедеятельность на определенном уровне то естественно а каком здоровье говорит а тут эндорфины мендорфины и так далее то есть такое впечатление смотрите вот если я сижу а вот сейчас грубо говоря в качестве эндорфинов там тут опачки и залил себя стопочку эндорфинов и все это хорошо но не так же это все но не так это все не так это все и тут вот это вот так кстати опыт x 1 миллион четыреста тридцать подписчиков ё-моё против моей тридцать одной тысячи я просто не знаю просто не знаю вы хотите это самое обманываться быть обманутыми и жить в обмане чрезмерное сидение во время работы уменьшает кровопоток а когда мы печатаем на компьютере то задерживаем дыхание вы даже можете сами обратить на это внимание это приводит к понижению содержания кислорода в организме и как следствие нечеткости мышления устал ой 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 вот это ж надо же это вот так вот связать знаете вот снижение кислорода в организме лично я на шестьдесят восьмом году жизни не чувствую снижение вот я вот тут сижу допустим несколько часов снижение кислорода в организме ну такая туфта то есть вот какие то знаете вот как бы сказать вот когда я работал на телевидении там редактора редактора набрали там молодых людей которые там после института некоторые даже и не им институте не были и вот они там что-то ищут что-то это и как-то надо там связать сделать и вот эту вот найти кашу эту всю вываливают и все и все хлебают 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 для того чтобы голова работала голова работала надо давать ей работу причем мозгу мозгу просто-напросто именно если говорить о как бы сказать о мозге его просто-напросто надо снабжать хорошо кровью промывать это вся задача чистые сосуды а там дальше все сама сделать а уж вы касается сознание это совсем другая задача здесь надо и стишки учить какие-то и сочинять и что-то делать и так далее то есть работать именно сознанием не мозга мозга это вот это вот это вот это субстанция вот жировая состоит из воды и жира из воды и жира она состоит потому что это наиболее лучшая субстанция для съема информации информации информация энергетика лучше всего осаждается на водные и жироподобные структуры вот для этого нужен и мозг вот стихотворение простое пусть вам мечтаются красивые идеи пусть мысли исцеления окружат пусть будут сердце вашему стремлению которые до бога налетят и пусть от них сгорает скверно счастливей сложится судьба пусть очищается пространство для лучшей жизни здесь и навсегда чувствуйте энергетика это совсем другая работа которая должна проводиться со своим сознанием для того чтобы она работала чтобы она была настроена на на работу с окружающим ой 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 и плохой концентрации внимание концентрации все что вам нужно это 20 30 минут активного движения или 7 10 тысяч шагов в день все от великих изобретателей таких как никола тесла и чарльз дарвин до самых занятых руководителей таких как джек дорси и цукерберг все они поклонники пеших прогулок ну прогулки это одно прогулки это несколько одно вот я когда там гулял сколько у меня там видосов как правило во время прогулки здесь желательно не с телефоном там общаться общаться с природой чувствовать ее мы не чувствуем ни природы мы не чувствуем что мы находимся в нескольких мирах одновременно физическом там грубо говоря как говорят астральном потом ментальном потом там эмоционально потом там еще там каком-нибудь так далее так далее все более тонком тонком и тонком где и в конце концов обитают идеи где там допустим законы где новые там какие-то разработки так далее которые тесла умудрялся брать умудрялся тесла брать а вы не можем взять а чем он лучше нас о чем лучше тесла нас который просто на простой те идеи только хопа брал изобретал и теперь мы пользуемся его переменным током а лучше что то вот второй разрушитель мозга слишком много информации количество информации с которой мы сталкиваемся среднем за день невероятно согласно отчету калифорнийского университета о пошло пошло поехало согласно отчета калифорнийского это да 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 Для жизни нам, вот просто для жизни, нам нужна одна информация, нам нужно умение воспользоваться этой информацией, это одно. А когда лишь бы, лишь бы чем-то, знаете, вот это самое, загрузиться, лишь бы чем-то отвлечься, и это происходит из-за того, что мы пытаемся из лишней информации отвлечься от обычной жизни, потому что мы не можем дать применение своему собственному сознанию. Мы можем с помощью сознания творить чудеса, именно творить, мы творцы, а нам дают жвачку, чтобы мы ничего не творили, и поэтому вот эта функция творения у нас атрофируется. Так, я вот эту вот ерунду, я проблочу, это вот это. Это в Сан-Диего. В Сан-Диего. Это 50% за последние три десятилетия. Три десятилетия. Если мы не будем лучше управлять своим потреблением, это... А, потребление... Да, небольшая информация может мешать фокусу. Фокус. То какое-то письмо остается... А, фокус. А фокус это совершенно иное, то есть на чем сконцентрировать свое собственное внимание, это... Дело в том, что нас этому никто не учит, сконцентрироваться на том, для того, чтобы на чем-то сконцентрироваться, должна быть мотивация. Вот если мотивация есть, как говорится, доминанта у вас, вот она как раз привлекает вот эти все силы, все ваше внимание на то, чтобы вот, как бы сказать, вот эту информацию обрабатывать, что-то делать и решать. Нету этой мотивации, доминанты. И, пожалуйста, сознание так гуляет, туда-сюда, туда-сюда гуляет. А оно должно быть под четким контролем. А мы разучились управлять своим собственным сознанием, разучились анализировать процесс, который происходит в своем собственном сознании, отделять одно от другого, там, плевели, от зорин, и работать так, как надо. Вот, для того, чтобы получить какой-то конкретный, положительный, полезный для себя результат. Все, что угодно делать. Поэтому не мудрено. С непрочитанным в вашем почтовом ящике это может снизить ваш IQ в этом моменте. Ой, 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 держите меня, семеро IQ снизит. Я поэтому IQ там один, что-то там, сколько же там это самое. Так, знаете, вот там есть такие тесты. То ли 110 у меня было, то ли еще... То есть какие-то вопросы, по которым, знаете, какие-то... Ну, я бы сказал, что они отбалды эти вопросы. Но они на самом деле не отражают истинной, как бы сказать, разумности, истинной творческой части, истинной изобретательности человеческого ума. Я в школе троечник был. А вернее, на 2 с плюсом где-то там учился. Для меня было главное это то, чтобы учиться так, чтобы родителей в школу не вызывали. То, что мне нравилось, я знал на 4, на 5. То, что мне не нравилось, на 2 с половиной, на 3 с минусом. Примерно так. Не отличает вот этот вот IQ, который вот это вот, знаете, вдалбливает молодому поколению, что это твоя разумность и так далее. Это все равно, что, знаете, вот человек, который вот быстренько сворачивает вот этот вот шарик-кубик Рубика. Да, это хорошая, так сказать, способность. Но это не значит, что он там что-то изобретет и так далее. Опять-таки вернемся, грубо говоря, вот если уж мы так разбираемся в этом деле. Тесла, Никола Тесла. Он что там этот кубик вертел? Да этого кубика там не было. Он пользовался, очень интересно пользовался своим собственным умом. Умея входить в такие информационные потоки, там, банки и так далее, где лежала информация, он просто ее брал и воплощал. Брал и воплощал. А это IQ. IQ. Ну попробуйте хотя бы какие-то стихотворения там сочинять, для того, чтобы вы почувствовали, как должно работать сознание. Вы попробуйте, вот у меня там программка, там, GarageBand. Я там музыку сочиняю там немножко. GarageBand, там, в Лоджике, но сейчас даже тут на планшете. Вот почувствовать, какие звуки с какими сочетаются, какие ритмы, допустим, вот вы первоначально сделали там, или взяли уже готовые эти ритмы, и какие инструменты надо добавить к ним, опять-таки звуки добавить, чтобы у вас получилась мелодия. Ну вот попробуйте сделать. Вот это совсем другое. А это они тут сидят, вот показанное, сидят тут за компьютером. Ну что за компьютером? Это предаток компьютера, который что-то там должен нажать. На 10 пунктов. Ой! Используйте инструменты и процессы, чтобы минимизировать количество контента, который вы потребляете ежедневно. Вот смотрите, опять-таки. Выключите все свои оповещения. Да, тут часы тут показывают, часы у меня тут часы. Эти часы, кстати, любое устройство электрическое на вашем теле, оно сразу же искажает ауру, так сказать, ауру вашего организма. И уже ему вредит. Для того, чтобы вы общались полноценно с окружающим пространством, а тем более с разумными творческими силами, вы должны понимать до последней буквы, что вы ему говорите. Какой вопрос вы задаете? Контент у меня, я понимаю, что контент это вроде бы это самое там видео, какая-то там информация. Вот так вот я примерно понимаю, потому что я вижу, вот у меня написано, моя студия, это самое, ютубовская. И написано контент, контент, я вижу, что это мои видео идут. То есть то, что я создал эти видео. Вот видите, какая это самое, как бы сказать, разъяснительная работа, что такое контент. Я прежде всего должен себе в своем сознании. Я русский человек. У меня, можно так сказать, вот мое сознание заточено на общение русским языком, где должны быть понятные мне слова, фразы и вопросы, которые я хочу задать и так далее. И там тоже так же. И чем яснее у вас это все в голове образуется, какой-то вопрос или еще, тем, будем говорить, легче вам дадут оттуда ответ. А если вот этот контент, контент, вот это как вот нам засорили, это уже мусор, который мешает нормальной работе нашего сознания. Мусор. И благодаря вот этому мусору, ну просто-напросто куча народа молодого, она стала совершенно неспособна к каким-то таким тонким, разумным вещам. Все по грубости. Путим-путим-путим-путим. Цык-цык-цык-цык. И все. И все. Дальше они ничего не идут. Из социальных сетей. Перестаньте серфить и вкладывайте время чтения длинных статей. Серфить. Они помогают улучшить концентрацию, вместо того, чтобы прыгать от одного от вида к другому. Научитесь оставаться в тишине как можно чаще. Тишина успокаивает разум, тело и душу. Ну тишина. Любая. Что такое звуки? Это своего рода информация, которая поступает к нам в сознание. И естественно сразу же начинается ее анализ. Нашим сознанием. Мозгом так сказать. Мозгом. Ё-моё, мозгом. Жестким диском. Если так уж выражается вот этим всем языком. Вот компьютер стоит. Вот этот компьютер, грубо говоря, можно остановить с мозгом. А все, что делается в нем, это сознание. Откуда ни возьмись, вот и загружается YouTube. Откуда ни возьмись, там возникает еще какая-то программа, все это там-то такое. Ну это же не компьютер делает. А делают программы на основании вот этого, будем говорить, железяки, которая тут есть. Развлечайте мозг от сознания. Так и тишина, тишина, тишина позволяет нам просто-напросто отключиться от анализа поступающей информации. Третий разрушитель. Многозадачность. Многозадачность убивать. Все. Про многозадачность. Вот здесь я согласен. Смотрите, вот такая есть, как бы сказать, народная мудрость. Бабушка мне говорила, делай одно дело в один день. Это будет очень хорошо. И в итоге, если ты так будешь поступать, ты одно дело сделаешь очень хорошо. И в течение года ты сделаешь 365 дней для этих дел. Если ты будешь по три дела пытаться сделать в течение дня, и то, и все, и пятое, и десятое, толком, качественного у тебя ничего и не получится. И все это, знаете, как-то зависит. С одного дня переходя в другой день и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Именно вот сосредоточенность на одном чем-то, на каком-то деле, позволяет его решить качественно. Это очень важно понимать. Не распыляется. Потому что дела частенько настолько, они друг от друга отличные, что вот это и вот там, и вот там, и никак. Многозадачность. 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 Ну-ка, что тут это такое? Что тут такое? Одно тут они... Многозадачность. 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 Потому что все это должно быть как-то освещено. Вообще, чем к более простым вещам сводит поступающую информацию наше сознание, тем легче мы с ней работаем. Чем более она в какой-то упаковке опутана, запутана и заделана.